Лестница, что ли? Лестница, как-нибудь, что ли? Сим Хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в плот. И в прошлый раз, как вы помните, у нас с вами новый остров был на горизонте. Сейчас мы узнаем, что там, что там таится. Понеслась! Не смотри номер один, это сюрприз. Стойте, погодите, это не просто остров, это корабль, который врезался в остров. Охренеть, мы подплыли. Сейчас мы что-то новое узнаем. Опустить якорь. Где якорь? А, вот здесь. Опустить! Запаслись едой, запаслись вообще всем, что нужно. Пошли исследовать. Наконец-то не просто тупая добыча ресурсов, а сюжет. Как нам туда добраться, кстати? Ну и здесь тоже будет добыча ресурсов. Ладно, игра, я поиграю в твою игру. Как же нам внутрь попасть? Смотрите, механическая деталь. 1Х. А куда я ее положил? Что за прикол с механической деталью? Нам же вот за это надо зацепиться и забраться. Нет. Я типа не заберусь на сам корабль, а должен буду просто собрать все эти детали. Не-не-не-не-не-не-не. Не пойдет. Не пойдет я на корабль. Все, я здесь. Хорошо. Нет, все правильно. Короче, хлама набрали. Тут вертолетная площадка. Товарищи, друзья, очень важное сообщение. Есть три рыбных анекдота, которые я должен в течение выпуска вам рассказать. Обязан просто. Первый прислал тот самый Джордж. Ну, вы знаете Джорджа. Как можно назвать ворону, которая упала на оголенные провода? Электрокар. Дальше будет только лучше. Смотрите видос до конца и услышите все прекрасные анекдоты. Надо разбить стекло. Эй! О! Я могу вот так вот достать? Что? Теперь не могу. Еще раз. Да как это сделал я? Вот. Вот, смотрите, мой крюк скачет. Ладно. Нам не нужно это делать. Топором могу? Нет. Дверь закрыта с другой стороны. Не кайф здесь ночью тусить. Во-первых, страшно. Во-вторых, не кайф. Просто давайте поспим. Утро настало. Нам необходимо найти проход внутрь. Я так думаю, это... Вот отсюда можно было сделать. С другой стороны закрыта. Да блин. Есть. Смотрите, еще одна деталь. Диджейская установка. Присядь, присядь, присядь. А это что такое? Записька. Транскрипция. Меня зовут Уоллаф Вилгстром. Всем, кто это услышит, это мои последние слова и мое завещание. Признаюсь, я бежал. Бросил своих подопечных и проект реформации. Возможно, всемирного потопа можно было избежать. Но разве я мог что-то изменить в одиночку? Уоллаф, лодка готова. Я покидаю этот корабль и команду по необходимости, а не из трусости. Болезнь капитана вышла из-под контроля. Мы остались сами по себе. Мотор заглох. Так заведи. На чем я остановился? Вот. Возможно, мы найдем место по суше, где-то на юге. Может, нас примут в убежище в Арктике. Такие, как я, нужны им даже сейчас. Топливная трубка перерезана. Может, мы увидим рассвет новой эры. Что значит перерезана? Скорее, перегрызена. Твою ж мать. Уоллов угоняет чертову шлюпку. Поймать его. У нас есть пуля и механическая деталь. Две штуки. Что это за звуки? Блин, что это? Кто это? Как я испугался и не ожидал здесь кого-то увидеть. Как я завизжал. Какая боль. А это что за звуки? А это что, блин, за звуки? Шторм. Фу, я уже из себя выхожу. Да почему двери закрыты с другой стороны? Вот еще одна механическая деталь и бутылка. Ой, какая бутылка? Банка. А здесь у нас наконец-таки открыто. И куда мы идем? В... Туда, куда можно только авторизованному персоналу. Фу, здесь жутко. Здесь может быть тварь. У нас, по-моему, где-то был фонарь, но я его не сделал, видимо. Еще одна заметка. Сейчас мы ее подберем. Лом! Я нашел какой-то еще лом и диктофон. Использовать лом, чтобы открыть... Ладно, еще одна записка. Не знаю, где мы и сколько продержится эта затычка. Что бы мы ни делали, вода поднимается. Пропеллер как-то странно шумит. Кажется, мать тебе, затопил двигатель. Сигня пускает сигнальные ракеты. Филипп врубает музыку на всю громкость. Думаю, никто из нас не знает, что делает. Особенно Филипп. Корабль тонет. Надо включить музыку погромче. Лестницы, что ли? Лестницы, как-то, что ли? Сброшу за борт сегодня вечером. Может, течение отнесет куда подальше. Кем бы вы ни были, пожалуйста, найдите нас. Я нарисовала карту. Надеюсь, она поможет. Селин. А где карта? Использовать? Кто такой? Это свет. Это свет мы включили. Все, идем дальше. Мама. Нет. Вот ты тварь. Что это такое? Ты кто-то есть такой. Не дать себя съесть. Стреляй. Ага. Ха-ха-ха. Крыса чмо. Вот кто-то такое. Целая куча ресов. Так, нужен был торец. Мы здесь не одни. Закрой дверь. Она прямо над нами. Слышите, носится. Ничего, скоро мы грохнем ее. Итак, еще одна записка. Транскрипте. Знаешь, что хуже всего? Эта гадина, скорее всего, выживет. Йенс, у нас заканчивается еда. Половина команды свалила в шлюпках. Мы сидим на тонущей куче мусора. А ты жалуешься на крысу? На что еще делать? Эта тварь сожрала пол коробки крысиного яда, а потом выползла по трубам в рубку. Яд, наверное, просроченный. А когда Олаф в нее стрелял? Я видел, как пуля в нее попала. Она даже перевернулась в воздухе. Может, притворялась? А когда Карл топил ее в ведре, умник, то была другая крыса. Тут не одна крыса? У нее. Тут не одна крыса. Мерзкая тварь. Ничего, мы справимся. Нужен синий ключ. Это прям как будто мы в Староквейк играем. Сейчас мы найдем этот синий ключ. Красный ключ. Это точно отсылка. Ё-моё, как много всего здесь. Топливный бак. Это что-то новенькое. Так, еще одна записка. Каспер, система вентиляции разворочена. Запасной генератор для холодильника только что приказал долго жить. Провода торчат наружу. Так что шевелись, если не хочешь, чтобы из еды остались только консервы. А еще у нас, кажется, нашествие крыс. Только Йенсу не говори. Оскар, кстати, мы знаем, что ты откладываешь припасы для Карин. Начинай делиться, или мы сами свое возьмем. Так будет справедливо. Тут, в общем, склоки начались различные. Не мое дело. Мое дело найти синий ключ. Еще одна. Господи. Транскрипция. Журнал припасов. Боже, да кому это надо? Мясо почти кончилось. Едим овощи. Сможем, наверное, растянуть еще на месяц, если наш главный согласится распределить пайки. Странно, что брюхо у улафа никуда не делось. Он, похоже, последний толстяк на планете. Какого черта ты творишь, Йенс? Ищешь проклятую крысу? Держись подальше от баллонов с топливом, слышишь? Ухожу, ухожу. Не надо тут из штанов выпрыгивать. Я даже не прикасался к тайнику твоей подружки. Убирайся, или я тебе хребет переломаю. Серьезно говорю. Надо усилить здесь охрану. Окей, а где же синий ключ? Я что-то не понял. Нафиг я сюда пришел. Синий ключ дал мне. Быстрая игра. Красный ключ использован. Как отстойно без фонаря, однако. Смотрите. Требуются провода, зажигалка, топливный бак, пуля. И тогда что мы сделаем? Болторез! Короче, нам требуется 5 механических деталей. А у нас их только 4. А нужна сейчас зажигалка, провода. И мы не нашли здесь синий ключ. Давайте посмотрим, что здесь есть. И потом пойдем... Да, бэдж! И потом пойдем спать на плот. Синий ключ! И записка. Транскрипция. Эта хрень работает? Лучше бы ей работать. Я уже третий раз пытаюсь начать. Капитан, повторяю. Мне жаль, но надо смотреть правде в глаза. Ваша горячка не проходит. Вы были правы. Мы отчалили вслепую. С жалкими припасами. И даже без доктора. Не думаю, что у нас есть шансы. Улов, кажется, тоже это понимает. Бродит тут, трясет своим жиром. Играет с вашим пистолетом из сейфа. Интересно, он знает, что мы забрали патроны? Людей нервы сдают. И выходки Каспера только нагнетают обстановку. Я даже не знаю, насколько вы нам нужны. Словами все не объяснишь, но... Ах вот ты где, мерзкая, писклявая гадина! Иди сюда, мелкая! Ты зараза! Пора валить отсюда. Рискну предположить, что еще одна механическая деталь находится вот с этой стороны. Ах, как я удачно прыгнул! Люблю такие моменты. Так, ресурсы распределены. И теперь мы ложимся спать. Не хочу рыскать по этому кораблю в темноте. Очень неприятно. Ребят, очень важно. Валик, полк, фан хочет вам рассказать шутку. Что сделал скат, когда рассказал плохую шутку? Скатился. Нам сначала нужно сделать ту штуку, которую мы хотели сделать. Кстати, синий ключ наконец-таки найден. Точно, я же забыл его применить. Но сейчас. Сначала пойдем вот сюда. Требуется деталь 5. Есть. Мы взяли домкрат. Провода и зажигалка осталось. Она здесь. Фух. Вон она, крыса огромная стоит. Посраки. Ой, я промахнулся. Посраки. Есть. Ах, ура. Так, можно еще выше пойти. Такой огромный корабль. В целом, пока что просто каюта обычная. С небольшим количеством резов. Пластик и так далее. А вот это уже интересно. Блин. Промахнулся, Евгений. Ну ничего. Фига у меня голос такой мужицкий прям. Так, нужен четырехзначный код. А почему я не могу сюда зайти? Дверь приоткрыта, но я... Ладно, и вот это очень странная. Мистическая дверь. Еще одна деталь. Того у нас уже 6. Точнее нет, у нас одна. Потому что те 5 мы потратили. А это просто склад с резами. Смотрите, что это такое? Какая-то игрушка. Не зря они ее тут сделали. Это какой-то, не знаю, месседж? Пасхалка? Если кто-то знает к чему, пишите в комментах. Теперь надо идти выше. Вот она. Оп, и еще разок. Если что, полиции скажем, что она просто упала с лестницы. Требуется ключ-карта. Ладненько. Вот, наконец-таки мы здесь. Еще одна деталь. Есть, четырехзначный код. Давайте пока не забыли. Во-первых, все разблокируем. И вниз. Так, провода. Записка. Записка. Как ты здесь оказалась? Как ты здесь была? Я же тебя не видел. Итак, что у нас там по запискам? Тревел-лог. 12.08. Отчалили из Сюдертелье. Под покровом ночи. Я не знаю, что только Сюдертелье. Я не знаю, что это за место. Один из наших, Йенс, взорвал киссон раньше, чем портовое начальство сообразило, в чем дело. 14.08. А, это, я так понимаю, не время. А, даты. Пока плывем без проблем. Команда выполнила проверку припасов. Выяснилось, что Улов и половину нужного не достал. Нам надо пристать к берегу и добрать недостающее. 20.08. Парни начали подбивать клиния к девчонкам Улова. И старик этому не рад. Попросил меня вмешаться, как будто мне больше делать нечего. Скоро доберемся до суши. 6.09. Пока никаких признаков суши. Уровень воды поднялся гораздо выше ожидаемого. По радио тоже тишина. Каспер говорит, что фрукты начали портиться. Да и мясные консервы выглядят не очень. 14.09. Улов полез в драку из-за Ханна. Кажется, один из матросов крал припасы у женщин. Оба получили взбучку. Надо поскорее куда-нибудь причалить. Размять ноги. Привести команду в чувства. А вот еще, видите, города в Синеве. С метапроекта была названа чуть ли не преступной. А размах просто безумным. Несмотря на открытые протесты, проект дрейфующих городов в ближайшее время не будет приостановлен. Дрейфующих... Офигеть. Неужели мы встретим их? Омбудсмен Улов Вилкстром в своем последнем выступлении по проблеме заявил. Мы сознаем всю серьезность ситуации и трудности, с которыми сталкиваются люди в нынешние тяжелые времена. Однако без проекта реформации мы лишимся последней надежды. Или мы все вместе выберем себе жизнь, или уйдем под воду вслед за Стокгольмом. Так, хорошо, эту цитату выделили в жирный. Мистер Уилкстром отказался комментировать слухи, касающиеся внезапной модернизации его личной яхты. После вопроса о спутниковых снимках, на которых виден очередной дрейфующий город в Индийском океане, Омбудсмен решил прервать интервью. Впоследствии мы связались с анонимными информаторами, который подтвердил. Что-то подтвердил. Но нам нужна теперь ключ-карта. А ключ-карту мы можем получить, поднявшись на самый верх. Да они что, спаунятся здесь? Вы спаунитесь! И у меня сейчас сдохнет мой чертов лук. Хорошо, если что, копьем добью. Это всего лишь крысы жалко. У них всего лишь одна атака. Здесь, здесь. Нам разо. Так. Есть. Смотрите, как она умерла. Ты убил меня! Турек, что ли? Есть ключ-карта. Окей. Сразу. Ничего не делаем. Просто возвращаемся обратно. Ой, блин! Пырять. 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 Это реально. Запырять реально, но очень стало темно. Ничего не видно. Надо на плот возвращаться. Я уже забыл, что играю в плот. Ну что, давайте приготовим крысиное мясо. Раз, два. Все, ложимся спать. Нам надо сделать еще один лук себе. Лук готов. Возвращаемся на корабль. И вот здесь нужна ключ-карта. Есть. Кто такой? Зеленый ключ! Сколько их еще будет здесь? И больше здесь, в принципе, ничего нету. Это, наверное, улов. Использовать автомат. А, домкрат использовать. Окей, я пробрался. Страшно. И еще можно выше пойти. Куда же нас приведет это все? Ящик. Который с кучей рецептов, запиской. Который с кучей буков. Ханна пришла ко мне среди ночи. Сидела тут. Она точно знала, что сказать, чтобы я принял ее сторону. Настоящая жена моряка. Не хотела, чтобы я развивал эту тему. Женщина видит, что улов теряет контроль над командой не по дням, а по часам. Третье октября. Улов сволочья такая. Не подумал взять вакцину от столбняка. Пропадим пропадом. Каспер, ты со своими ублюдочными ножами. Клянусь, если выживу, скормлю вас всех акулам. Двенадцатое октября. Провиант больше нельзя держать внизу. Его может подтопить. Каспер умудряется торговаться даже в карцере. А у меня свело челюсть, когда я пытался успокоить матросов, которые хотели выбросить улов за борт. Бежать некуда. 15 октября. Жар растет и растет. Я будто горю изнутри. Корабль дрейфует. Некому стоять за штурвалом. Когда я закрываю глаза, вижу Стокгольм. Апер со мной. Мы плаваем по улицам, как рыбы. Заплываем в разбитые витрины магазинов. Темнеет. Холодает. Жар спадает. Где Ханна? Блин, тревожно все это. Неприятно осознавать Стокгольм, который ушел под воду. Это сверху. Куча готовой свеклы и куча всяких картошек готовых. А, это как раз таки запас провизии. Итак, гоу выше. Где-то здесь. А там еще можно выше. Скоро мы применим ключ. Скоро. Да что это? Ножка с джемом? Какая ножка с джемом? Блин, столько вкусняшки. Давайте сожрем вот это и возьмем ножку с джемом. Вот что нужно. Видите, какая интересная фигнюшка. Зеленый ключ. Есть че? Какая огромная ванна. Прикольно. Зажигалка. Наконец-то. Она придется вернуться, а потом обратно. И записка. Реформация. Отчет оходит терраформирования. Бассейн Кейптауна стабилизирован. Ожидается урожай в бассейне Нигера. Го выше. Требуется бомба. А, я понял, что ты хочешь от меня игра. Мы нашли провода. Мы нашли зажигалку. Теперь осталось только все это собрать. О, вот это вообще понтово выглядит. Так хочется вот на таком корабле поплавать. Ну что ж, прыгаем в бассейн. Это такой опасный трюк. Мы прыгаем с большой высоты в бассейн без воды. Не больно, как видите. Трюк удался. Па-бам. Ну что, давайте. И мы сделали бомбу. А теперь пошли обратно к той двери. Блин, за мной бежит целых три крысы. Да вы так меня задолбали. Ну, ей-богу, ненавижу вас. Я сейчас вас закрою, реально. Так. Вы здесь? Ой, какие молодцы. Давайте, давайте. Бежим, бежим. Закрыть! О! Как? Так, две пробежали мимо. Хорошо, сейчас мы еще раз это сделаем. Один раз достаточно закрыть. Все. Прощайте. О! Что это делаете? Ненависть к тебе, крыса. Так, ладно. Самый верх. И быстрее. Все. Давай, бомба. Ой-ой-ой, варим. Ух. Все окей? Все окей. И здесь последнее, что-то самое важное мы найдем. Во-первых, кассету. Во-вторых, бальбо. Записка. Бальбо. 5, 6, 8, 0. Новые координаты. Чертеж мотор, который мы не можем взять. Надо что-то выкинуть. Надо что-то схавать. Надо быстрее думать. Так, рецепт. Давайте вот это выкинем. Лиану, нафиг ее. Чертеж еще один. Руль. Сожрем всю картошку. Теперь, записка еще одна. Транскрипция. Сухие места еще остались. Заткнись, матьте. Это пустая болтовня. Как отключить эту гадскую штуковину? Сам заткнись. Я их видел. Они были на планах. Планы. Это просто планы. Выдумка. Пустышка. Как тут вообще отыскать сушу? Господи, весь мир же под водой. Так, мы дочитаем это позже. Мы уже начинаем офигевать от жажды. Так, где мой плод? А у нас даже не готова вода, да? Нет, готова. Пожалуйста, хоть что-нибудь осталось. Сок лианы. Все осталось. Все, что я выкинул. Смотрите, рыбное жаркое. Все, теперь мы можем дочитать, да? Так, Рубен. Я ушла от тебя с обидой в отчаяние. Я думала, конец света близок. А ты никогда об этом не говорил. Хотя и думал об этом. Возможно, ты ждал его с нетерпением. Вот почему тебе все нипочем. Но ты никогда мне не говорил. Никогда не рассказывал свой секрет. А только погружался в себя все глубже, как мир под воду. Я видел, как конец света наступал лично для тебя, Рубен. И это было высших моих сил. Прости, что я сбежала. Сейчас я все знаю. Вилкстром понятия не имел. Никто из этих глупцов до сих пор не имеет. После ухода капитана они просто дрейфовали без цели. Остановили какой-то проходящий корабль. Украли еду. Через две недели начали грызться друг с другом. Мы застряли на вершине горы. Горстка людей посреди их бескрайнего синего простора. Мы голодны и напуганы. Но мы не можем здесь оставаться. Мы поплывем дальше, на юг. Сколько получится. Мать тебе говорит, там есть суша. Найди меня, если сможешь. Ты не поверишь, но я люблю тебя, Анна. Вот, мы не дочитали транскрипцию. Итак. Ну и дерьмо у тебя в голове, чувак. Нет, точно тебе говорю. Был один парень, на вид китаец. Его ко мне прибило течением. Он неделями болтался один в море. Так вот, прежде чем испустить дух, он мне кое-что рассказал. На юге есть места, где получают энергию от атомных реакторов. Мы можем поплыть туда, в руле на юг. Эй, эта скала приближается или... О, нет, 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 нет. Итак, 5680. Вот наш следующий путь. Мы исследовали полностью весь этот корабль. Забрали отсюда все ресы. Правда, еще для чего-то у нас есть лишние детали теперь. Не знаю. А также есть диктофон, который... Я тоже не знаю, для чего он нужен. Ну что, попробуем? Значит, 5680. Ноль. 1800 метров. В ту сторону. Разворачиваем парус. Поднять якорь. Прощай, корабль. Мы плывем навстречу неизведанному. Последний рыбный анекдот на сегодня от Андрея Парутенко. Прости. Что будет, если утопить радиоприемник? Он будет не на той волне. Хорошо. Друзья, просто потрясающие рыбные анекдоты. Самые лучшие. Присылайте их больше в комментарии под этим выпуском. И попадете в следующий. Может быть. И на этой ноте мы с вами закончим очередной видос по Рафт. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Что нас ждет дальше, узнаем дальше. Смотрите дальше. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить то, что будет дальше. Ну а с вами был Юджин. Не забывайте про все мои соцсети. Все будет в описании. Тысячи лайков также поставьте. Мне будет очень приятно. Еще раз вам всем гигантское спасибо. Люблю вас всех. Обожаю. Целую. Обнимаю. И всем пять.